Добрый день, уважаемые телезрители. Ну что же, кредитный рейтинг США падает, но мы продолжаем развиваться. Вы смотрите программу «Образование и бизнес». Меня зовут Анатолий Кутузов. Наша программа посвящена тому, как найти себя, где найти интересные бизнес-идеи, где учиться, где работать. И у нас в студии сегодня очередной гость – современная бизнес-леди, которая прошла путь от модели до позиции топ-менеджера в крупной компании. Руководитель управления ипотечного кредитования Балтийской ипотечной корпорации Мариана Белькова. Мариана также является практикующим преподавателем известных бизнес-школ. Здравствуйте, Мариана. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо, что пригласили поучаствовать в беседе в такой актуальной передаче, программе про образование, про карьеру именно женщин. Поэтому с радостью поделюсь личным опытом. Мариана, интересно, вот первый вопрос такой – как же найти себя, каков был ваш путь? Вот я знаю, что у вас много образования, вы учились, вы начинали с модели, потом занимались и танцами, и много хобби разных, и путешествуете. И сейчас вот работаете в недвижимости, такой какой-то мужской рынок. Вот скажите, как вы к этому пришли? Ну, начну с рекомендации, как же найти себя любой женщине. Во-первых, я пришла сама к тому выводу, что всегда нужно слышать и слушать, и в первую очередь слышать себя. Всегда ориентироваться на свои индивидуальные особенности, на свое развитие. И никогда ничего не делать против своей воли. Никогда не заниматься тем, что тебе неинтересно, не нравится. Поэтому вот это залог, мне кажется, успеха любой женщины. Именно заниматься и получать от этого действительно удовольствие. В принципе, и мужчина тоже, наверное. Да, да. Любого человека. И тогда по колену все трудности будут решены. Насчет меня, ну вот мой личный опыт такой достаточно забавный. Я действительно начинала свою карьеру, еще будучи школьницей, именно как модель. Ну, как все, я думаю, девушки испытывают ряд комплексов, особенно в школе. А высокие девушки, которые стоят первыми на физкультуре, тем более испытывают эти комплексы. И я пошла учиться в модельную школу и стала работать моделью. Но когда встал вопрос о получении высшего образования первого, конечно, меня в модельной школе спросили, что же ты выберешь, или показы, или ты будешь учиться. Я, конечно, откровенно сказала, что для меня приоритет это мое образование. И там сложились еще обстоятельства, что я сломала ногу, и как бы все так срослось, что, в общем-то, я от модели... И нога срослась, и карьера, да? И колено срослось, да. И мое образование первое началось и успешно закончилось красным дипломом. Это первое высшее образование. Я училась в высшей школе экономики и получила экономист финансовый кредит. Как раз в области ипотеки это очень актуальное образование. И началась моя карьера еще в институте. Я, учась, умудрялась еще по вечерам работать. Работала в страховой компании, занималась развитием новых проектов. Мне очень повезло с руководством. Они в меня поверили, они увидели, что у меня есть потенциал, и мне это внушили. И даже поручили развивать новые направления, такое как долевое участие в строительстве. Мне было это очень интересно, потому что на тот момент мы с мамой покупали квартиру. И вы, наверное, исследовали рынки, читали газеты, журналы. Да, совершенно верно. То есть я начала свой путь со своего личного интереса. Потому что мир застройщиков очень разнообразен. Он таит в себе очень много рисков, которые достаточно плачевно могут закончиться, если их неправильно анализировать, неправильно их понимать. Поэтому для себя лично я этот вопрос решила для своих всех друзей. И, соответственно, это все приросло в развитие нового отдела. Я тогда на тот момент занималась страхованием финансовых рисков, дольщиков. Развивала это направление. И, кроме того, я также начала свой путь в плане преподавания. Именно как бизнес-тренер. И это очень забавно произошло, на самом деле. Моя начальница... Все случайно, то есть, получается. Да. Там мы искали квартиру, там, значит, опять что-то, там нога, тут еще что-то. А вот образование вообще, образование нравилось, когда вы учились? Очень нравилось. Финансы и кредиты, это, в принципе, мне кажется, образование для интровертов такое. То есть, для людей, которые работают в финансах. Это же бухгалтер, это человек, который, вот, ему не нужно часто куда-то звонить, что-то предлагать, продвигать, много общаться. Мне так кажется. На самом деле, экономическое образование, оно настолько разнообразно. Ты можешь как быть бухгалтером, так ты можешь быть тем же менеджером по продажам, управлять персоналом и делать все, что угодно. Тебе первое высшее образование не даст таких практических знаний, как вот точно делать то-то, поступать так-то в такой-то ситуации. Все равно первое вообще высшее образование, оно закладывает некий фундамент, как экономическое и юридическое образование. Ты знаешь, вот есть такая проблема, ты помнишь, ага, я посмотрю в такую-то книжку, там точно это было написано. Вот, и заниматься, мне кажется, особенно у нас в институте 5 лет было высшей математики. Было интересно? Ну, было очень тяжело, особенно девушкам, особенно девушкам, которые более, так сказать, гуманитарии, было тяжело, но тем не менее справились, и очень это знание все помогает по жизни, именно даже с точки зрения развития логического мышления. Поэтому, конечно, я очень рада, что закончила именно экономический УЗ, который делал упор даже не только на гуманитарные предметы, но и на технические предметы, и на математику. Вот, и продолжая тему именно бизнес-тренера, как я оказалась бизнес-тренером, тоже дело было... Случай. Дело случая, совершенно случайно, моя начальница не смогла читать лекцию в Москве. А мне тогда было 24 года, я была совсем молодая, зеленая, но лекция была именно по страхованию дольщиков, и никто, кроме меня, в этой теме не разбирался из компании. И, в общем-то, меня послали в Москву выступать перед профессионалами, перед страховщиками, и это было, конечно, очень страшно первый раз. Волнение? Волнение было жуткое, ноги и коленки тряслись, голос дрожал, но тем не менее я пошла на свой страх, я его преодолела, я этим горжусь. И лекция очень всем понравилась, потому что мои лекции всегда строятся на практической пользе для слушателей. То есть, когда я начинаю читать лекцию, я сначала анализирую, кто же придет ко мне на лекцию, и что этим людям от этой лекции нужно, а не то, что я заработаю на этом деньги, я читаю свои два часа и уйду домой. Нет, такого нет. И вот этот подход для меня лично, он имеет успех. И вот после этой первой лекции я начала читать в Москве в мастер-центре страхования лекции именно для профессионалов, для страховщиков. Меня стали приглашать вот в Екатеринбурге я читаю лекцию, в Челябинске, и в Санкт-Петербурге я читаю очень много где лекции. А как на работе относятся? Ведь необходимо иногда лететь в командировку для того, чтобы провести лекцию. Да, я изначально обговорила при устройстве на работу, что у меня есть такое хобби, так скажем, мое второе, это вот быть бизнес-тренером, и это, конечно, без проблем. Наверняка вы используете эти способности, знания и преподаете в собственной компании? Конечно, я постоянно обучаю свой персонал, постоянно провожу тренинги, и также по специфике своей деятельности я обучаю агентство недвижимости, и мы регулярно с нашими коллегами проводим именно выездные семинары. И вообще в ассоциации банков также мы обучаем риэлторов с ипотечным знанием, как правильно убирать застройщиков, поэтому надеюсь, что... Ну, а нужно ли какое-то специальное образование получать для того, чтобы преподавать? Вот есть же специальные институты, нужно... Есть как-то институт коучинга, там есть университет имени Герцена, есть сейчас много разных людей, которые учат ораторскому искусству. Конечно, любое образование, оно полезно, тем более в данной области, но у меня лично такого образования нет. Единственное, я обучалась на тренингах действительно, а вот так, чтобы пять лет этому учиться, конечно, такого не было. Вот из бизнес-тренеров мне очень помог Радислав Гондопас, и его лекции, просто я считаю его своим учителем, именно его лекции принесли мне действительно успех у слушателей. А специально... Ну, мы всегда проходим тренинги в рамках своих компаний, и вот предыдущая ваша гостья Регина также нам преподает те же самые... Регина из петербургской недвижимости? Да, из петербургской недвижимости, поэтому регулярно идет какое-то обучение, но чтобы получать при этом корочки, такого вот нет. Ну, наверное, это необходимо. Единственное, я знаю, очень много людей, которые закончили именно специализацию преподавателей, но не способны преподавать, поэтому все равно все это зависит от личных качеств. Ну, то есть не смогли, потому что... И преодолели свой страх выйти перед публикой. Работать с аудиторией, отвечать на вопросы. А кому-то это просто неинтересно. Скажите, вот вы получили первое образование, зачем вам понадобилось юридическое образование? Для того, чтобы там преподавать или для чего? Ну, вот после работы страховой компании меня очень заинтересовала тема ипотеки, и я перешла уже на должность руководителя ипотечного управления Балтийской ипотечной корпорации. Столько слов от красивой девушки, что даже я теряюсь. Спасибо. В общем-то, стала выдавать ипотечные кредиты и интересоваться этой темой. А ипотека, она находится на стыке знаний экономики и юриспруденции. Поэтому я сама вот чувствовала, что мне не хватает этих знаний, и я пошла учиться на второе высшее. И ни капли, ни секунды точнее не пожалела об этом, хотя обучение у нас длилось три года, с шести до десяти вечера каждый день мы слушали лекции, сдавали опять-таки зачеты взрослые дяди и тети, отчитывались, писали рефераты курсовые, но ни капли не жили, очень было полезное мероприятие. Лена, скажите, а вот какие вы книги читаете? — Последнее. Я в основном, конечно же, специализированную литературу, потому что у меня очень много хобби, откровенно говоря, не хватает времени. Ну, почему специализированную? Допустим, вот сейчас я читаю книгу очень известного русского адвоката Плевака именно по риторике, знаменитой его речи. Но я думаю, что просто слушателям, которые не интересуются риторикой или юриспруденцией, это будет неинтересно. — То есть он выходил, да, и в течение там получаса или часа произносил такую речь? — Такую речь, да, после которой все просто записывали за ним, и все почти дела он свои выиграл. Но это было до революции, к сожалению. — По сути, Стив Джобс в своем роде такой, который умел. — Ну, он новый, это, я так думаю, ничего не создал, как iPad, но тем не менее... — Ну, имеется в виду в области ораторского искусства, как он говорил. — Конечно. — Как он умел. Стив Джобс говорил, когда нанимал себе одного директора из компании Coca-Cola, говорит, ты там что делаешь? Производишь сладкую газированную воду, много воды производишь, а хочешь изменить мир, приходи работать в нашу компанию. — Ну, видимо, он тоже менял мир. И сейчас, к сожалению, таких известных адвокатов у нас в стране нет, нечем гордиться. До революции было очень интересно, поэтому этот опыт тоже полезен. А тем людям, которые хотят развить свои личные качества, лидеров, руководителей, конечно, я рекомендую читать именно бизнес-литературу. У того же Радислава Гондопаса есть интересные две книги, на сайт можно его зайти, посмотреть и приобрести. В интернете все есть, в общем-то. — Вот сейчас очень много книг, действительно, в Дом книги приходишь на всех полках. Все известные люди, такое ощущение, что написали по одной книжке, как минимум. — У меня даже друзья издают свои книжки, и их действительно очень много, и разобраться в этом очень сложно. И, к сожалению, тратится очень много времени, чтобы найти какую-то нужную книгу. — А вот как найти нужную книгу? — Опять удача. — То есть это, может быть, советы преподавателей, или советы тех людей, которых уже ты знаешь, уважаешь, и они интересны. И вот что же этот человек может посоветовать, наверное, тоже интересно. — Конечно. Если ты в какой-то особенно тематике сам заинтересован, ты начинаешь этим интересоваться, и посредством интернета, и ходишь на семинары, и, конечно, там все это рекомендуют. Я даже, когда читаю лекции свои, пусть это не столь интересно, как и про адвоката Плевака, но по страхованию, ипотеке я всегда... — Ну, смотря, как читать. — Да. Всегда первым делом список литературы, как обычным студентам, но в более веселой форме, все равно рекомендую. То есть у меня подборка есть по каждому предмету, чтобы и людям было легче разбираться, если они захотят продолжить обучение в этой сфере. — Скажите, Марьяна, вот два образования есть? Есть ли планы еще пойти учиться? — Да, есть планы, но они пока... Я не знаю, как их совместить с моими личными планами. — Кстати, как совмещается действительно такой широкий спектр деятельности, обучения, работа руководителем в такой сложной отрасли, как недвижимость? Хотя она интересная, наверное, растущая, там... — Да, но я вот... У меня такой жизненный девиз, и мне кажется, он правильный. И для других людей, надеюсь, что он правильный, никогда не жить ради карьеры. А карьера всегда должна работать на тебя. Она должна как бы способствовать твоему личностному развитию. И когда я выхожу из компании, закрываю дверь, я отключаюсь, я иду, если не могу отключиться, какое-то там потрясение было моральное, я иду на йогу, и там быстро все забываю. И дома я уже совсем принимаю другую роль. Конечно, сложно тоже, как вы говорите, бизнес-леди быть на работе руководителем. — Вы считаете себя в целом, в том понимании, как обычно это... Об этом пишут в журналах, в Форбсах там? — Ну, если понимать под этим определением именно такую амбициозную карьеристку, тщеславную, то, конечно же, я себя таковой не считаю. — Какое из этих прилагательных не относится к вам? Амбициозное, тщеславное? — Ну, вот я все перечислила, вот это все не относится ко мне, потому что для меня приоритетнее, конечно же, семья, мои близкие, мои друзья, и моя карьера никогда не будет строиться в ущерб моим личным интересам. Но я думаю, это свойство каждой женщины, которая правильно определяет значение, предназначение свое, так скажем. Но, тем не менее, вот мой даже профессиональный опыт, он говорит о том, что карьеру можно совмещать с семьей, и даже своего любимого мужа я встретила благодаря как раз второму высшему образованию. — То есть идите учиться для того, чтобы встретить вторую половинку? — Кстати, у нас в группе образовалось семь пар, и они все поженились. Вот буквально месяц назад мы праздновали очередную свадьбу, мы стали все очень такими хорошими друзьями, а это очень ценно найти настоящих друзей в наше время. Обычно они или в школе, или в первом институте появляются, и дальше по жизни с тобой идут. А вот если идешь на второе образование, еще можно друзей. — Наши телезрители, особенно, наверное, телезрительницы, уже сидят, записывают название этого вуза, куда же пойти, и где вот так хорошо ищутся вторые половинки. Сейчас говорят о том, что не хватает мужского пола, что они становились слабые, а мы стали сильные. Или мы стали сильные, или они стали слабые. Непонятно почему. — Это была Северо-Западная Академия Госслужбы при президенте Российской Федерации. — Так это все благодаря Владимиру Владимировичу, получается? — Может быть, может быть. — У него есть материнский капитал, деньги, дотации. — Материнский капитал — это вот из сферы ипотеки. И там действительно у нас была очень большая группа, 80 человек. И что очень приятно, приходили учиться не только государственные служащие, которым это нужно было только для корочки, но и бизнес-леди, бизнес-мужчины. И действительно приходили, чтобы получать удовольствие, чтобы учиться, чувствовать себя защищенными. И у нас была очень замечательная группа. Я всем советую поступать на второе высшее, учиться. — Скажите, а вообще помогает общая такая подготовка, юридическая подготовка в жизни? Ну, я понимаю, что в области недвижимости, там, как составить договор, как там просраховать риски, как что, есть много вообще сферы, и везде это важно, наверное. — Конечно. И я просто, когда училась, у нас были люди разных профессий. Допустим, у нас были и программисты, и люди, которые занимаются социологией, и просто будущие мамы приходили, и все учились. Именно когда я спрашивала, зачем вы пришли учиться три года, они говорили, что именно для чувства даже собственной защищенности. То есть людям просто элементарно страшно, что они не знают свои права, не знают, как бороться за них. Поэтому это действительно помогает. Особенно, ну, яркий пример — это автомобилисты, как правильно общаться с органами, это все очень помогает. Даже с теми же стриховщиками получить выплату порой без юридического образования бывает очень сложно. — Марьяна, вот вы преподаете в системе, можно сказать, бизнес-образования, да, России, так как посещаете бизнес-школу и там ведете свои занятия. Скажите, что вы об этом думаете сами? То есть что вы думаете о качестве современного бизнес-образования? Вы видите других преподавателей, которые рядом с вами готовят программы, там выступают с лекциями, знаете там студентов, получаете обратную связь от них. — Да. — Какие плюсы, минусы, чего не хватает? Что делать? — К сожалению, минусов достаточно. Опять же, свежо в памяти мое второе высшее образование. И я могу насчитать только несколько преподавателей, которые действительно преподаватели от Бога, которые могут заинтересовать публику. А тем более, это была взрослая публика, которая тоже необычные студенты, их навряд ли можно заставить что-то делать. Заинтересовать 10 часов вечера, читать уголовное право, это тоже искусство. И было очень мало таких преподавателей. В основном это были люди, которые приходили, им нужно было свою денежку отработать и уходили. И, конечно, было недовольство, были разные моменты. Но человек, если он хочет учиться, он всегда будет учиться. Он будет читать книги. И если где-то преподаватель не доскажет, он прочитает книгу. Ну, были и хорошие моменты. А вообще, я очень часто встречаюсь с такой проблемой, что преподаватель не хочет делиться информацией. Почему даже на семинарах тех же страховщиков. Я читаю лекции, ко мне после лекции подходят слушатели, говорят, большое спасибо, вы единственные, кто сегодня нам не пытался ничего продать. Потому что элементарно приходишь учиться на какой-то семинар, и вроде там тема такая классическая, какая-нибудь учебная, а тебе начинают продавать в том же страховании, начинают агитироваться, агитировать в свою страховую компанию пойти. И такого, к сожалению, очень много. Даже вот на втором выше мы с этим сталкивались. Везде какая-то скрытая реклама. А по делу никто ничего не говорит. Поэтому очень мало таких людей, которые действительно по делу могут обучить и привить интерес к предмету. Рена, а вы счастливый человек, как вам кажется? Я считаю, что, конечно, я счастливый человек, но мне страшно об этом говорить, чтобы это счастье не спугнуть. Потому что жизнь показала, что в любой момент может все перевернуться и может все обернуться не очень хорошо. Поэтому я живу не то что одним днем, я ценю каждый свой прожитый день и счастлива от этого, что со мной мои близкие, никто не болеет, все здоровы. А чем занимаетесь, кроме йоги, спорт, может быть, путешествия? Спорт, конечно, сноуборд. Это моя слабость, танцы, профессионально тоже занимаюсь, это все есть. А путешествия, я думаю, что каждый человек, у нас очень много молодежи, кто любит путешествовать. Я очень люблю путешествовать дикарем. Ездила на Кубу, в США, во Францию, все дикарем. Организовывала поездки своим друзьям. Последняя поездка у нас была в США, мы в количестве восемь человек объездили всю страну за очень смешные деньги и очень я с собой горда, что я это все организовала, а мы нигде не прокололись. Понравилась Америка? Очень понравилась. Я умудрилась там и побывать в качестве слушателя даже на суде. Как юрист. Было интересно. Да, как юриста мне это было очень интересно и очень большая разница, конечно, с нашей правовой системой, что же говорить. Ну и вообще Америка очень интересная страна в плане путешествий, потому что там очень развита инфраструктура, можно запросто взять автомобиль в прокат за шесть-восемь тысяч рублей за неделю и кататься по всей Калифорнии. А куда бы хотели еще съездить? В какую страну посетить и почему? Я очень хочу поехать на Сейшелу или Бали, поскольку год назад я была на Мальдивах в свое свадебное путешествие, а я очень люблю дайвинг. Тоже еще одно мое увлечение. И вот на Мальдивах подводный мир он настолько безумно красивый, что я хочу опять покататься на черепахе. Да, такое было. Это же опасно, наверное. Ну вот я попробовала, было не опасно, то есть там плавают черепахи, можно зацепиться и поплавать. Ну, желаю вам, конечно, осуществить эту мечту и съездить на Мальдивы. Наверняка, я думаю, что есть еще много стран, которые хотелось бы посетить. У нас, к сожалению, программа заканчивается, и у меня такой вопрос. Вот какая ваша формула успеха? Вот что бы вы могли пожелать нашим телезрителям, которые ищут себя, стремятся к тому, чтобы стать счастливым человеком, найти какую-то работу интересную? Вот ваш секрет успеха и какой-то такой формулы вашей? Ну, я вот уже говорила, что главное — это научиться слышать, слушать себя, никогда не идти против своих интересов и наслаждаться, уметь наслаждаться своей работой и заниматься только тем, что приносит тебе истинный интерес. И не забывать, что карьера — это не самое главное в жизни. Все равно нужно карьеру подчинять своей жизни, а не наоборот. Не наоборот. Не наоборот, да. И нужно дерзать, идти к успеху, ничего не бояться, пытаться, если не получается, опять пытаться, и рано или поздно всегда получится. Спасибо, Марьяна. Спасибо, уважаемые телезрители. С вами была Белькова Марьяна и я, Анатолий Кутузов. Смотрите наши программы успехов. Вам удачи и счастья.